Страховые выплаты. Я очень подробно о страховых выплатах по состоянию на 1 октября с начала полномасштабного вторжения, то есть с февраля месяца, рассказала в предыдущем видео. Сейчас я хочу озвучить общие цифры. За 7 месяцев после начала полномасштабного вторжения по состоянию на 1 октября Митлайф заплатил нашим клиентам более 300 миллионов гривен. И 20,5 тысяч клиентов получили деньги от Митлайфа. В этих 303 миллионов есть выплаты и 100 тысяч, и 200 тысяч, и 500 тысяч гривен, и 5 тысяч, и 500 гривен, и полторы тысячи гривен. То есть это самые разнообразные выплаты и по риску смерти, и по риску подожития, и по травмам, телесным повреждениям, переломам, ожогам и госпитализации, хирургии, и по диагностированию критических заболеваний. То есть в общей сложности вот такая сумма выплат. Клиенты очень часто задают вопрос, ну практически все после 24 февраля задают вопрос. Все люди, которые интересуются страхованием жизни. А я каждый день получаю заявки на свой сайт от людей, которые ищут информацию о страховании жизни в Митлайфе. Вопрос следующего порядка. Ну хорошо, вы платите своим клиентам по накопительным программам, по страховым событиям, которые происходят в результате, не в результате войны, а если произошло страховое событие в результате войны и военных действий. Ну например, прилетела ракета, либо приземлился дрон Камикадзе, как это случилось в нескольких метрах буквально от центрального офиса Митлайфа. Как Митлайф в какой ситуации поступает? Он будет платить? Сразу хочу сказать, что все, что связано с войной и военными действиями, это классическое исключение во всех договорах страхования. И в том числе в договоре страхования жизни нашей. Это четко прописано в правилах страхования, которые есть на сайте компании. В описании к этому видео я опубликую ссылку на правила страхования. Они находятся в открытом доступе, и вы можете с ними ознакомиться. Но руководство компании в конце мая 2021 года приняло решение об эксграции. Что такое эксграция? Это такой специальный термин страхования. Это выплата страховой компании в исключительных ситуациях, когда она платить не обязана, ну потому что это исключение классическое, согласно правилам страхования, но выплачивает по гуманитарным, либо каким-то другим соображениям. Ну, в частности, Медлайф еще не только из гуманитарных соображений осуществляет такие выплаты, но это еще и имиджевые выплаты. Точно так же, как правительство Соединенных Штатов Америки, являясь нашим союзником в войне против Российской Федерации, помогает Украине вооружением, оказывает гуманитарную помощь, оказывает финансовую поддержку правительству Украины. Точно так же американская страховая компания Медлайф осуществляет такую же поддержку и помощь нашим клиентам. Несмотря на то, что такие выплаты мы осуществлять не обязаны. Я сейчас вам продемонстрирую три выплаты страховые выгодоприобретателям наших клиентов по риску смерти. Это будут совершенно три разные истории, и я на этих трех примерах продемонстрирую, как Медлайф работает в условиях войны в том числе. Итак, первая выплата – это эксграция, то есть выплата по случаю смерти в результате войны и военных действий. Что это за история? Несколько лет назад этот клиент купил полис страхования жизни, это был накопительный полис, но в марте месяце он погиб от ранения в Ирпене, когда вывозил на своем бусе людей из Ирпеня, из этого ада. И в качестве выгодоприобретателя он списал своих двоих сыновей. Медлайф принял позитивное решение и выплатил выгодоприобретателям нашего клиента и его сыновьям в общей сложности 202 723 гривны. И в этом письме, это письмо подписано Инной Берянской, представителем управления Медлайфа, и она в этом письме разъясняет, информирует выгодоприобретателей о том, что согласно пункту 4.1.1 правил страхования, любое событие не признается страховым случаем и страховая выплата не осуществляется, если это событие произошло в результате войны и военных действий прямо либо посленно. Но Медлайф индивидуально рассмотрел ваше предложение и мы приняли решение о выплате в общей сложности вот этой суммы 202 000 гривен. И каждый из сыновей получил 50% от этой общей суммы. Вот таким образом выглядит эксграция. Мелко написано, но мне важно было показать все это письмо целиком. Я не хотела его там как-то развивать на несколько частей. И если вы хотите прочитать более подробно, можете на экране просто увеличить и прочитать этот текст. Следующая выплата – это выплата по риску смерти в результате несчастного случая. Это был накопительный полис. Рассказываю историю. Молодой человек 99-го года рождения в августе 2020 года купил накопительный полис. Годовой платеж, страховая премия, консультация страхования, 10 000 гривен. Акцент у этого полиса был на накопление. Молодой человек купил себе полис на 20 лет накопительный. Из этих 10 000 гривен в 7 000 уходило в накопление. И 3 000 гривен на страхование жизни и страхование здоровья. Вообще, каждая выплата, расшифровка выплаты страховой нашим клиентам – это кладезь информации. Я сейчас вам продемонстрирую, как работает наша программа по данному риску. Итак, в начале 2022 года этот молодой человек погиб в результате несчастного случая. И Медлайф выплатил маме этого клиента выгодоприобретателям, она была единственным выгодоприобретателем по этому полису, 816 807 гривен. Почему получилась такая цифра? Потому что гарантированная страховая сумма у этого клиента по накопительному полису – 151 000 с хвостиком. Он застраховал этот молодой человек, по рискам он сделал акцент на риск смерти в результате несчастного случая. И застраховал свою жизнь на 604 500 гривен. И у него сработало в этом страховом событии две программы. Накопительная программа, она здесь обозначена как Е-программа, называется она «Страхование на выпадок смерти об удожития». То есть человек купил себе накопительную программу и умирать, конечно же, не собирался, не планировал. Он планировал дожить и получить деньги, то есть сохранить от себя деньги планировал и защитить их от инфляции. И в этом риске, в накопительной программе априори зашит риск смерть по любой причине. Это совершенно уникальный риск, потому что человек может же купить просто накопление без риска смерти. И эта опция будет стоить ему точно таких же денег. Это совершенно уникальная опция, я буду более подробно рассказывать об этом в одном из ближайших видео, когда буду рассказывать о накопительных программах. Но уже сейчас я могу вам сказать, что это уникальный риск, уникальная возможность. То есть когда можно купить накопительный полис, и при этом будет жизнь автоматически застрахована. То есть если в риском страховании можно застраховать свою жизнь на тот же миллион, но эти деньги не возвращаются клиенту, если не происходит страховое событие. Ну как в случае со страхованием каска. Человек покупает каска на машину, если ничего не происходит, деньги ему не возвращаются. Это же рисковое страхование. А если что-то происходит с машиной, то компания платит либо в 10, либо в 20 раз больше, чем клиент заплатил за страховку. Здесь точно такая же история. И вот у него сработала вторая программа «Смерть в результате несчастного случая». Что сделал Медлайф? Он суммировал все эти цифры. У него сработала одна программа. Медлайф приплюсовал страховую сумму под второй программой и в общей сложности получилось 816 807 гривен. Вот так работает программа по риску смерти в результате несчастного случая. Так сработала программа. На самом деле бывают разные программы, разные комбинации. И вот я всегда говорю о том, что очень важно комбинировать разные программы и миксовать их. Я об этом буду рассказывать в своем следующем видео, где буду очень подробно рассказывать о страховании от несчастного случая. Где кроме риска смерти будут все другие риски, связанные с несчастным случаем. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте в подобайки, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить, получить уведомления и в числе первых, скажем так, прослушать следующее видео, в котором будет очень много интересной и ценной информации. Итак, следующий риск, третий. Это тоже накопительный полис, риск смерти по болезни. Рассказываю историю. Женщина была клиенткой нашей 5 лет. Она ушла из жизни в 43 года. То есть 38 лет она купила полис. Тоже у них был платеж годовой 10 тысяч гривен. То есть это скромная достаточно программа. Она купила себе пенсионную программу. И она оплачивала индексированные платежи. То есть первый год она заплатила 10 тысяч гривен. На следующий год компания ей предложила платить индексированный платеж, либо не индексированный. То есть либо клиент может платить либо на уровне прошлого года, никогда не индексировать и каждый год платить только 10 тысяч гривен, либо каждый год платить чуть больше, на 10%. Ну, например, на второй год 11 тысяч гривен, на третий год 12-200, предположим, на третий год 13-700 и так далее. В общей сложности она около 60 тысяч гривен заплатила за 5 лет. И вот через 5 лет она умерла. У нее сработала одна программа накопительная, которая называется «Страхование на выпадок смерти або дожиття». То есть если человек доживает, он получает эти деньги свои, которые компания ему накопила, которые он внес в качестве страховых премий и плюс то, что заработает для него компания. И в этой же программе зашит риск смерть по любой причине. Вот у нее сработала эта программа. Она не дожила. И по риску смерти Медлайф ей должен был заплатить на 243 тысячи 345 гривен. То есть гарантированная страховая сумма, у нее в полисе прописано вот это на случай дожития либо смерти. Но так как она индексировала, каждый год, когда компания предлагала ей чуть больше заплатить на 10% чем в прошлом году, у нее сформировался фонд за счет индексации, то есть как отдельная программа дополнительная. То есть она несколько лет платила на чуть-чуть больше, там на 1000, на 1100, на 1200. И за счет этого у нее сформировался дополнительный фонд на случай смерти. 155 691 гривен. Вот почему выгодно индексировать платежи. Это индексировать, это выгодно и с точки зрения накоплений по дожитию. Это увеличивает выплаты нашим клиентам и на случай смерти в том числе. Что сделала компания? Она суммировала эти цифры, гарантированную страховую сумму, сумма, которая сформировалась за счет индексации. У нее еще какой-то доход получился. Программа работала очень мало времени, там небольшие были платежи, но тем не менее сформировался какой-то еще фонд индексации. Дополнительный институционный доход небольшой. И в общей сложности получилась сумма к выплате на выходе 418 621 гривен. Я даже знаю, как распорядился этими деньгами муж этой женщины, выгодоприобретатель. Он тоже был единственным выгодоприобретателем по этому полису. Он купил себе сингл премиум на 400 тысяч гривен. Это совершенно потрясающая накопительная программа, которая предполагает единоразовый платеж. Вот он 400 тысяч гривен внес и как бы все на определенный срок. На 10 лет минимум, либо до 65, либо до 70 лет на определенный срок. То есть по большому счету этими деньгами как можно было распорядиться? Он мог себе купить машину, либо там квартиру в регионе. В Киеве на 400 тысяч не купишь квартиру. Но ему не нужна была ни машина, ни квартира. Он решил их сохранить от себя в качестве пенсии персональной. Вот таким образом. Ну то есть в любом случае это было выгодно, потому что я точно знаю, эта женщина была клиенткой моего коллеги. Мы с ним работаем в одном агентстве. И эта женщина была хорошо знакомой этого моего коллеги. И я знаю, что муж этой женщины сначала деньги разместил в банке, но там был доход какой-то совершенно неинтересный с точки зрения даже защиты от инфляции. Поэтому он принял решение это сделать в Медлайфе вот таким образом. Я в ближайшее время, надеюсь, до Нового года запишу видео на эту тему. У меня много запросов насчет сингл-премиум. Я с прошлого года угрожаю всем, что я запишу видео на эту тему. Но я надеюсь, что до Нового года это сделаю. Ну вот, собственно говоря, я вам продемонстрировала сегодня три выплаты по риску смерти. Я думаю, что...